Взаимовыгодное сотрудничество региона, в том числе новгородских образовательных учреждений, стратегического партнера компании IKEA Industry, обсудили сегодня в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Арина Аксенова расскажет о деталях партнерства. 163 миллиона рублей налогов перечислила IKEA Industry в бюджет Новгородской области в 2020 году. Фабрика, что разместилась на Новгородщине, крупнейший поставщик всех 17 российских магазинов. И половину сырья закупают у новгородских поставщиков. Так что весьма вероятно, что ваша кухня из IKEA сначала выросла в новгородских лесах, а затем здесь же и обрела знакомые черты. И производим на текущий момент серии готовой продукции. Может быть, кто-то сталкивался в магазинах IKEA. Это кухня метод, гардероба ПАКС. Еще сейчас запустили в прошлом, сколько, наверное, года полтора назад, сегмент кухни «Ноксвольд». Это такая, больше как раз эконом-сегмент. Предприятие известно как одно из самых экологически ответственных в регионе. Одной из благотворительных программ IKEA в следующем году станет поддержка трех школ Новгородской области. Министерство образования такую инициативу к сближению только приветствует. Стратегическому партнеру уже предложили обсудить создание профильных классов и совместно определить, каким навыкам стоит обучать студентов колледжей. Кстати, познакомиться с профессиональным образованием региона поближе можно будет в ближайшие праздники. Во время каникул родители с детьми могут прийти в мастерские наших колледжей и поработать на этом новейшем оборудовании, которое в течение трех лет мы оборудовали мастерские. У нас больше 70 мастерских. А еще представители IKEA пригласили поучаствовать в чемпионате WorldSkills, который стартует в регионе 25 января в качестве экспертов в некоторых номинациях, чтобы оценить уровень подготовки будущих кадров. А вот стать поставщиком международного предприятия не так просто. Придется соблюсти множество условий. И, как оказалось, не все они понятны новгородским лесозаготовителям. Понимания действительно малого бизнеса, ответов на простейшие вопросы их нет. То есть они, как правило, не задают, на наш уровень уже не поднимают вопрос, а что такое ФССИ, куда стучаться и как его получить. У них, как правило, вопрос такой. Вы нам просто объясните, почему Вася, мой сосед, в Ихею везет за 1700, а я приехал в Ихею и сказали, да, окей, мы тебя любим, но 1200. На подобные вопросы должны ответить дни открытых дверей для будущих поставщиков. Провести их договорились в начале года. Формат этого мероприятия пока обсуждается. Арина Аксенова, Михаил Серов. Новости. Новгородское областное телевидение.